Итак, добрый день, коллеги! Надеюсь, меня видно и слышно. Давайте с вами рассмотрим интересные идеи на серединку октября. Интересно было по золоту, как мы с вами и предвещали. Вышли мы из канала наверх, все замечательно. Вчера удалось немножко заработать, я думал, что будет, конечно, посильнее движение. Но из-за того, что сильно мы далеко были от верхней границы канала, быстро задушили это движение в плане того, что развитие его, скорее всего, откладывается на понедельник или ближе к концу недели следующей. Поэтому посмотрим сейчас за золотом более пристально. Давайте перейдем с вами на дневной график. На прошлой неделе мы с вами рассматривали, что есть удержание некого канала. Выход прошел на объеме, по классике, все красиво. По теханализу вчера брал золото в районе, сейчас вам скажу, после выхода выше хая прошлого дня в этом районе. Немножко удалось заработать, стоп был за свечу, которая с объемом. И после этого часть позиций по безубытку, больше я сидеть не стал. И отпустил этот инструмент, так сказать, с богом. После этого видим, что сегодня открылись вниз. Пока стоим под уровнем, да, именно прошлых дней. Что на сегодня? На сегодня бы я рассмотрел, если мы выйдем уже на сформировавшийся уровень прошлых дней, а именно хая прошлого дня, вот тогда бы я уже посмотрел. Это пятиминутка, да, прошу прощения, что сразу не сказал какой-то график. Вот. На дневном графике мы видим, что нам нужно, скорее всего, протестировать 1784, чтобы мы были уже точно с вами уверены, что выход вышел выше канала, потому что часто по золоту я на своих обзорах, да, рассказывал, что наблюдал такую ситуацию. Это не теханализ, это чисто мое сугубо, мои наработки, мое мнение. Как происходит? Есть канал, мы выходим выше, да, все замечательно, все красиво. Покупайте, ребята, мы идем вверх. Нас завозят в канал, и потом движение идет настолько сильное, что даже пробивается нижняя граница, и идем ниже. Очень часто такое по золоту смотрел, поэтому нужно, чтобы эта ситуация не повторилась. Если мы протестировали, закрылись, мы выше этого уровня, и тогда можно сказать, что действительно, да, это истинный пробой канала вверх, и нам ничего не грозит в плане того, что занесут обратно под этот канал. Если же ситуация произойдет так, как я рассказывал, занесут обратно в канал, можно посмотреть открытие коротких позиций от уровня 1784. Давайте с вами пойдем дальше. Дальше у нас нефть, ну нефть прекрасно, да, конечно, вышла из своей проторговки, да, небольшой стоял, и так по тренду мы и продолжаем движение. Немножко передохнули, да, пару деньков, раз, два, три, четыре, и дальше идем по тренду. Все замечательно, где ее смотреть? Также смотрел бы выше хая прошлого дня, уже далеко ушли, но не спешите, нефть всегда дает зайти, а иногда даже дает и выйти, поэтому смотрите очень осторожно. Где-то возле этих откатов можно смотреть на продолжение движения, но всегда держите в голове, что сегодня пятница, и никто не захочет переносить прибыльные позиции, да, кто открывал внутри дня через выходные, поэтому, скорее всего, может инструмент даже сегодня скорректироваться, тем более, что мы видим, что российский рынок, да, он очень привязан к нефти в отношении корреляции, корреляции, поэтому сегодня он слабенько, да, смотрится, поэтому это может указывать на то, что и по нефти особых движений мы сегодня не увидим. По доллар-рубль. Интересная ситуация, вышли из такого накопления, да, удерживали нижнюю границу, все сорвались, на объеме все красиво, сейчас идем еще ниже. Где ее брать? Опять же, так как уровней мы здесь не видим, да, у нас на России это новый контракт, поэтому смотрим за ситуацией на более мелких масштабах, а именно ниже лоу прошлого дня. Что и произошло, единственное, мало постояли, сейчас, если будет возврат, но будьте уже аккуратны, если такое возвращает, то нужно, чтобы долго постояли, и тогда можно открывать короткие позиции с целью продолжения движения вниз. По евро-рублю. Аналогичная ситуация, единственное, что его поддерживает немножко евро-доллар, да, вы знаете, что с ним также есть корреляция, поэтому смотрим, что удерживает, пока нарисовался какой-то у нас воздушный уровень, его ранее не было, да, контракт вот только начал торговаться с этого момента, поэтому смотрим, евро-рубль может быть чуть сильнее, но также нужно рассмотреть ситуацию, если будет давать хорошую точку входа, видите, сейчас мы уже пошли, потому что открытие основной сессии, поэтому присмотритесь, может быть очень интересно по доллар-рубль, евро-рубль и золото. По ситуации на рынке это все, да, что я вам хотел показать, рассказать и донести. Желаю вам прибыльных сделок, хорошего дня, всего доброго. Продолжение следует... Продолжение следует...